это не как в фильмах показывают там и погнал такого тут нет плавание такого не допускается лишь только спокойствие правильное такое источник мудрости вот этот вот цикл одно и то же это очень тяжело но у меня спина 50-100 две дистанции такие мои которые я на соревнования поплываю вот но больше всего нравится спокойное длинное плавание во время тренировки когда поплыл себе и поплыл и все никто не трогает как-то так успокаивает очень хорошо проплываю в среднем я за тренировку два два с половиной километра но от меня мама отказалась в раннем с рождения мама генетически скажем так я понимаю что такое кто такое мама все остальное но для меня это абсолютно чужой человек часто бывают такие ситуации когда вот даже после олимпийских игр многих я знаю историй ситуации когда у мама здравствуй мама оде было того ты сказала тебя всю жизнь то есть как бы такие моменты очень неприятно видеть маму я гораздо ближе люди текст которыми воспитывали меня влаживали вот я в роддоме был до четырех лет потом перевели в детский дом там-то все начиналось короче протекала интересная жизнь спорт у нас был зал там реабилитационный зал с моими руками раз занимались работали в основном и повезли нас на бассейн группой у меня там попробовали два раза потом так по ходу судя по их выражению лица понял шоу ничего со мной не получится и меня списали а я тогда настолько загорелся чтобы плавать не так именно вообще захотелось я понял что все это мое я начал учиться пользуясь случаями тогда когда ну мы выезжали на речке где-то такое там я и тонул всякое было желание научиться плавать было больше чем тот страх а потом один прекрасный момент несколько марана толкнули просто друзья и я поплыл ну я тогда уже поплыл жить захотелось поплыл я был серебряным призер призером чемпионата мира в монреале чемпионат европы у меня проходил в голландии серебро бронза вот ну и еще был чемпионат мира в глазку серебро бронза и вот модера бронзы увлекся и сильно художеством и начал рисовать такой вот и как-то все дело дошло до строительства вообще я начал сметы чертить ну вот естественно закончил строительный есть пару проектов днепропетровске моих потом бац и все надоело все меня как переключило я кошмар перестал это любить собачек начал разводить бойцовских было весело мы перевели другое место жительство он то есть там от интерната другому интернату это такая каша идет пока мисты растешь но не из приятных это моментов таких местах то что я вижу и наблюдаю очень страшно загибаются люди ну и там есть ребята которые в принципе тоже на колясках скажем мне одному из немногих повезло что я занимаюсь спортом а другим тяжело заканчивает там просто это слава богу что мы здесь сейчас в этом бассейне я ну как бы коммуникабельно так как мне удобно не зависит так сказать от посторонней помощи а так большинство в нашей стране бассейны недоступны для инвалидов они просто недоступны везде ступеньки узкие проходы разъемы не спуститься не съехать не подъехать то есть но очень сложно связывают варианты того что нужно подвести спортсмена сожалению у нас не везде нету доступа и связи с этим у нас больше времени для общения поэтому естественно стараемся чтобы были отношения не просто как тренер спортсмен а более человеческие для того чтобы понять и помочь бывает как у всех у нас моменты когда устаешь и принципе тренер нужен для того чтобы помочь спортсмену преодолеть эту тяжесть бывают моменты когда я просто так вот прихожу смотрю а мне уже все как бы ну тяжело как-то хочется отдохнуть ну пару слов от тренера все и снова работаю если бы наверно мне как это другой тренер попался бы я бы вряд ли продержался столько времени под такими нагрузками мечта спортивная ну конечно как у всех спортсменов это получить золото на олимпийских играх выиграть его но они спортивно это но создание семьи ну все в процессе ты доказываешь самому себе что ты ничуть и не хуже людей которые якобы считают что у них есть руки и ноги и не все дозволено по сути так она есть но не этого не оценивает у нас же немножко другая специфика мы дорожим тем что нам судьба предподносит и я понимаю что это отличная возможность и как сама реализоваться утвердиться ну и карьеру какую-то уже кем-то стать и просто там сидеть где-то на вахте за компьютером или там в офисе под паутину себя снимать а так серьезно то это гораздо интереснее